МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот я, наконец, вернулся на родину. Отдельный привет всем тем, кто отчаянно улюлюкал по поводу моего окончательного отъезда в Стамбул. Ну, я же говорил вам, что не дождетесь. Родина встречала меня широко раскинутыми объятиями, девушками в национальных костюмах и чак-чаком. В общем, большое спасибо родному Башкортостану. Я, наконец, в Уфе. И мы продолжаем наши выпуски открытой политики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувшей неделе Ради Хабиров таки обратился к Государственному собранию Курултай Республики Башкортостан. Не смея подражать своему кумиру Путину, который отменил свое обращение к Государственной Думе, Хабиров, правда, имея тоже паузу в два года, это обращение сделал. По причине того, что с явными победами у команды Х дела обстоят, прямо скажем так, не очень, Хабиров напирал на милитаризм, патриотизм, ну и на ничем не обоснованный оптимизм. Многократно обещал Москве выполнить и перевыполнить любые задания. Отметил, что санкции никак не повлияли на нашу жизнь, а даже сделали ее более продуктивной и более правильной. Вот тут я верю Радио Фаритовичу, ибо именно находящиеся под санкциями Канады, Великобритании, США Хабиров все улучшает и улучшает свои бытовые условия. У него абсолютно новый трехсотый крузак, самой последней модели в люксовом исполнении. Одет он с иголочки по последнему слову миланской моды, летает на вертолете. В общем, конечно, обходясь нам в 500 миллионов рублей в год, Радио Фаритович действительно, наверное, должен быть благодарен санкциям, потому что, ну, а что если не санкции сделали его таким счастливым, благополучным и богатым. Кратко из содержания выступления Хабирова можно извлечь следующие тезисы. Время нынче у нас переломное и лютое. Мы зачем-то противостоим всему Западу. Запад в ответ злобно оказывает на нас, как выразился Радио Фаритович, огромное давление. Но мир, он ведь больше, чем Запад, по мнению Хабирова. Действительно, не стоит забывать, что есть такие чудесные уголки мира, как Уганда, Иран, Чад, Буркино-Фасо и прочие высоко цивилизованные страны. Также Хабиров отметил, что исключительно благодаря Владимиру Путину и его гению нас, Россию, теперь уважают. И мы обрели, наконец-то, достоинство и авторитет. Правда, Хабиров не уточнил, в каких уголках суши этот авторитет и достоинство обретены России. Ну, по крайней мере, он так утверждает. В целом же, по словам Хабирова, страна сейчас занята исключительно защитой мира от нацизма, а все остальное – мелочи, и говорить о них нет смысла. Порассуждал в своем обращении глава республики и о сущности власти. В частности, он заявил, что действия властей имеют смысл только тогда, когда они действительно улучшают жизнь людей. Конец цитаты. Ну, нам все равно осталось непонятно, каким образом улучшается жизнь людей, когда власти, например, закупают для Хабирова люксовые внедорожники, оплачивают бесконечные перелеты на вертолетах. Ну, вот каким образом и как странно засекречено вот это улучшение нашей жизни через полеты Хабирова на вертолете и катание на японских внедорожниках. Главными задачами для властей Хабиров считает следующие четыре пункта – водоснабжение, отведение фекалий и стоков, отопление и газификацию. Вот это полный список главных задач по версии Ради Фаридовича Хабирова. Очевидно, что образование, медицина, социальная защита и уровень жизни людей в список главных задач властей теперь уже не входят. Ну, собственно, в этом списке, который огласил Хабиров, очевидным образом просматривается стремление обеспечить жителей дорогостоящими услугами жилищно-коммунального хозяйства, ну и извлечение в ответ прибыли из этого населения. То есть, вот прямо сквозило в этом списке. Говоря о региональной республиканской тематике, Хабиров заявил, что зарплата по республике Башкортостан средняя, причем, уже достигла уровня 50 тысяч рублей, и Хабиров утверждает, что эти данные у него обоснованы. Но при этом Хабиров заявил, что, цитирую, «не нужно мучить людей, поднимая плату за капремонт». Странно. Вообще все это странно, потому что, если верить Хабирову и принимать на веру вот эту среднюю зарплату в 50 тысяч рублей, то капремонт – это сущие копейки. При этом жители республики Башкортостан уже на данный момент задержали 306 миллионов рублей именно по этому самому капремонту. В общем, повышать там точно некуда. Завершая разговор о родном Башкортостане, Хабиров объявил 2023 год годом дел полезных для родины малой. Ну, вот говорят, в этот момент в деревне Сайранова бабахнул небывалый салют. Даже страшно представить себе, как теперь прекрасно заживет эта самая Сайранова, в котором уродился наш дорогой Радий Фаридович, ну и как печально будет нам здесь, в Уфе. Завершил свое феерическое выступление и обращение Хабиров бравурным заявлением о том, что вот если мы все сейчас немедленно сплотимся вокруг вождя, то мы обязательно победим. Хабиров не уточнил, кого победим, зачем победим, ну победим и все. Вот, как говорится, победим и точка. Депутаты Государственного Собрания в экстазе 10 раз прерывали выступления дорогого Радия Фаридовича бурными и продолжительными аплодисментами. Громче всех хлопал, говорят, депутат Хафизов от КПРФ, при том, что по сути своей КПРФ всячески препятствовала в последние недели деятельности Хабирова, пытаясь не принять бюджет для дорогого Радия Фаридовича и пытаясь воспрепятствовать удорожанию эксплуатации и канализации в жилье дорогого главы Республики Башкортостан. В новостях и документах мы часто встречаем и слышим такую фразу, что, дескать, какие-то государственные траты профинансированы из неких внебюджетных источников. Но, однако, мы редко задумываемся, что это за внебюджетные источники, каким образом они наполняются и кто, в конце концов, припадает к этим источникам. Вот, например, типичный внебюджетный источник – фонд социальных целевых программ Республики Башкортостан. Давайте поймем, откуда он наполняется и чем занимается, куда тратятся те огромные деньги, которые попадают в конечном итоге на счета этого фонда. Наполняется этот фонд под видом пожертвований, и по крайней мере с такой формулировкой, крупнейшими предприятиями Республики Башкортостан, такими как БСК, Башспирт и многие другие. Деньги туда приходят в качестве исключительно пожертвований, то есть это не налоговые сборы, это на самом деле небюджетные деньги. То есть те государственные предприятия, которые я перечислил, и многие другие просто дарят эти деньги фонду. То есть они еще дополнительно и налогооблагаются. Ну а дальше что с ними происходит? Сложно сказать, что с ними происходит детально, потому что, например, лента новостей фонда социальных целевых программ на официальном сайте этого фонда не обновлялась аж с 2014 года. Но мы доподлинно знаем, что, например, деньгами этого фонда оплачивались перелеты радио Хабирова на вертолетах ЮТР за прошлый год, вернее, за этот год уже истекающий, на сумму, например, 178 миллионов рублей. Вот так вот. Вот для чего нужны, например, такие вот фонды, как фонд специальных целевых социальных программ. Вот еще один источник утоления внебюджетной жажды. Называется он региональный фонд Республики Башкортостан. Тот самый знаменитый рекфонд. Он кредитует и финансирует хоккейный клуб Салават Юлаев, футбольный клуб Уфа до недавнего времени он кредитовал, а теперь судится с ним о возврате 100 с лишним миллионов рублей и несколько других спортивных команд. А еще вот этот рекфонд покупает вертолет, например, Хабирову за миллиард рублей. Классно же? Все для блага людей. Создал внебюджетный фонд, наполняешь его деньгами государственных предприятий, которые еще и налогооблагаются, и потом, значит, покупаешь вертолет дорогому Радио Фаридовичу. Кстати, о рекфонде. На прошлой неделе этот самый рекфонд Республики Башкортостан загадочный зачем-то учредил некую ОООшечку под названием региональные инвестиции. И тут же, учредив эту ОООшечку, щедро влил в нее аж 885 миллионов рублей. Интересно, зачем? В чем проблема? Рекфонд кого-то не может финансировать или куда-то инвестировать деньги открыто через свои счета, а нужно это делать через ОООшечку под названием региональные инвестиции? Очень странная операция. Я полагаю, что на такие операции финансовым и налоговым властям страны нужно обращать внимание в зародыше. Не потом, когда уже через эту ОООшечку что-нибудь стрясется, не дай бог, или случится, а вот уже заранее. Задавая резонный вопрос уважаемому рекфонду Республики Башкортостан. А зачем вы учреждаете эту ОООшечку? Вот очень простой вопрос. Неужели нельзя было, например, со своих расчетных счетов что-то профинансировать? Или тут уже, конечно, из области предположений, но боюсь предположить, что радио Фаридовича уже мало вертолета и пора покупать яхту. Немало загадочного и таинственного творится и в бюджетной сфере Республики Башкортостан. Например, не так давно журналист Рамиль Рахматов обнаружил у государственного казенного учреждения транспортное управление Республики Башкортостан. Это такая контора государственная, которая обслуживает в основном интересы Белого дома и лично ради Фаридовича Хабирова. Так вот, Рахматов обнаружил у этого государственного казенного учреждения японский внедорожник Лангкруизер 300 в версии L за 12 миллионов рублей как минимум, который не покупался через конкурсные процедуры. Однако, собственности этого государственного казенного учреждения состоит. Есть основания полагать, что куплен он был на какие-то левые деньги каких-то других предприятий, то есть это предположение Рахматова, а вот ездит на нем лично дорогой ради Фаридович, ну или по крайней мере его возят сейчас на этом Лангкруизере ввиду того, что Хабиров так и не излечил свою коленку. Вот сам факт подобного бардака в государственном казенном учреждении, конечно, навозит на разные нехорошие мысли. Откуда взялся этот крузак стоимостью как минимум 12 миллионов рублей остается загадкой. А вот государственный санаторий Янгантау только-только готовится приобрести своему драгоценному директору Лангкруизер Прада за 11 миллионов рублей, чуть скромнее, чем у главы Республики Башкортостан. За что такое счастье директору Янгантау совершенно непонятно, а также непонятно, каким образом чиновники Республики Башкортостан обходят те лимиты, которые установлены на покупку автомобилей для перевозки их драгоценных тел. Немного новостей ОПГ команды Х. Наконец-то арестован виновник елочного скандала, экс-директор государственного казенного учреждения ХАЗУ администрации главы Республики Башкортостан некий Алексей Аглисламов. Обвиняется этот Алексей в нанесении ущерба бюджету аж в 50 миллионов рублей. Обвинение, вернее следствие пока еще утверждает, что через покупку пиксельных елок у ООО Клирлайт Рус из города Красногорска по удвоенной цене Алексей нанес вот такой вот ущерб государственной казне. Будем наблюдать, что случится с этим Алексеем, посмотрим, какая кара небесная постигнет его в результате разбирательства в отношении вот этой всей истории. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, все конец будет. Вот уже прошло почти три года и за пиксельные елки кто-то начинает отвечать. Но у меня, правда, есть ощущение, что это какой-то стрелочник. Беспощадный, но справедливый Уфимский суд отстранил-таки Виктора Жулькова от должности заместителя министра и лишил его довольствия. Как ни странно, все арестованные чиновники, включая Беляева, Кучербаева и прочих, при Радии Хабирове, сидя годами под следствием, получают вот это государственное довольствие весьма себе сытное, то есть из нашего с вами кармана. А вот Жулькова очень быстро этого довольствия лишили. То есть происходит какое-то небольшое развитие и прогресс в нашем судопроизводстве. В общем, оставили Жулькова на голодном пайке. Впрочем, суд обязал выплачивать подследственному 13 200 рублей, то есть это минимальный прожиточный уровень в регионе. Вот 13 200 теперь будет получать Виктор Михайлович. Гуманно-гуманно. Вот если бы еще суд проследил за тем, чтобы Виктор Михайлович и его близкие существовали вот на эту сумму 13 200, а не пользовались накопленным непосильным трудом, вот тогда можно было бы даже, в общем-то, и не наказывать больше Жулькова никак, а дать ему, например, лет пять существования на сумму в 3 200 в условиях цен в наших магазинах. И вот мы бы повеселились, посмотрели, как Виктор Михайлович худеет на глазах. На минувшей неделе Владимир Путин, очевидно, пребывая в каком-то необычном измененном состоянии, взял и наградил министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина орденом Луки Крымского. Вот если бы любимый вождь российского народа был лучше осведомлен о делах, которые обстоят в башкирской медицине, я думаю, что Владимир Владимирович выделил бы Рахматуллину не орден Луки Крымского, а орден Луки Мудищева. Но, как говорится, что случилось, то случилось. Однако я все-таки приведу несколько самых ярких достижений Минздрава Республики Башкортостан за последнее время. Самым ярким событием, связанным с Минздравом последних дней, явилась, конечно, трагическая гибель жителя Белорецка прямо на улице. Человеку стало плохо. Скорая ехала то ли 25, то ли 45 минут. Об этом все сейчас жарко спорят. Но, в любом случае, скорая не доехала до живого пациента и помощь свою оказать не смогла. В Салаватской городской клинической больнице замерзают пациенты хирургического отделения. Полетело какое-то там климатическое оборудование, им советуют разводить костры. Жители Белебея жалуются на отсутствие доступа к врачам узкой специализации и подозревают местную медицину в сговоре с платными клиниками. А вот в поликлинике номер 50 города Уфы и вовсе ожидание в очереди к специалисту, продолжительное ожидание, совсем продолжительное ожидание, вызвало психический срыв у одного из пациентов. Ожидая, когда заработает наконец программа «Промет», нервы сдали у товарища, и он распылил слезоточивый газ среди окружающих. Многие подумали, что это был Арслан Н., но это был не совсем он. Виновника этого безобразия сейчас, конечно, ищут правоохранители, кстати говоря, найти не могут. Но, по сути, произошло это все во многом по вине того самого орденоносного Айрата Рахматулина, который с орденом Луки Крымского на груди воплощает собой весь ужас, творящийся в башкирской медицине. После того, как упорно нежелающий экономить на собственном содержании хабиров повелел экономить на проведение Нового года муниципалитетами, те самые муниципалитеты кинулись наперебой демонстрировать дорогому Радио Фаритовичу свою сирость и убогость. Например, в Деме районную елку украсили погребальными венками, видимо, намекая жителям на ту скорую перспективу, которую им гарантирует та ситуация, которая сложилась в стране и в республике. В городе Межгорье поставили так называемую лысую елку. Она была совсем без иголок, но, возможно, осталась с прошлого года где-то на задворках администрация. Я не знаю, местные жители возмущены до крайности. В Кумертау зачем-то установили елку прямо на свалке. Тут без комментариев, но захотели и установили на свалке, и нечего туда к ней ходить. Мэрия Уфы и вовсе отменила новогодний салют, утверждая, что она следует, цитирую, настроениям граждан. Ну, тут хочется задать встречный вопрос господину Мавлиеву. А не хочет ли Ратмир Рафилович вернуться в родной Нефтекамск на постоянное жительство, следуя тем же самым настроениям горожан и жителей Уфы? Уфу в целом украсили, конечно, бэушными побрякушками и хламом. Говорят, что мэр Казани просто катается и валяется по полу от смеха. Помните, как несколько лет назад Хабиров грозно повелел мэру Уфы украсить Уфу так, чтобы мэр Казани заплакал от зависти. Но с тех пор украшают Уфу на Новый год все хуже и хуже. В этом году, конечно, будет, видимо, совсем отратительно. В целом, я полагаю, что после новогодних праздников и того, как мы их отметим под руководством наших любимых администраций, Радий Хабиров может с честью примерить на себя звание башкирского Гринча, потому что настолько изгадить новогодние торжества, как это сделал Хабиров и его команда, надо было еще постараться. Все мы с ужасом ждем квитанции за отопление декабря 2022 года. Многие, говорят, начали экономить на питании, некоторые даже на сладостях для детей. Жителям Советского района и вовсе уже поспешно и незаконно начислили около 3 миллионов платежей лишнего за отопление, не дожидаясь конца декабря. С этим вопросом, конечно, сейчас разбираются, но это симптоматично. Естественно, что жильцы многоквартирных домов стали внимательнее относиться к расчетам, подсчетам и вычислениям платы за жилищно-коммунальные услуги, стали массово ставить счетчики, счетчики воды, газа, тепла, чтобы хоть как-то наглядно видеть и точнее считать эту оплату. Но ведь и власти тоже не лыком шиты. Не могут же они допустить, чтобы люди платили столько, сколько получили. В общем, теперь дома, где стоят счетчики, будут обложены дополнительной данью, а именно платой за установку, обслуживание и поверку тех самых счетчиков. Ну, то есть, как ни крути, все равно придется что-нибудь доплатить. Остается ввести, я думаю, штрафы для тех, кто не пользуется, например, центральным отоплением или центральным газоснабжением. Ну, или у кого нет канализации, например, в домах частных. Вот если у человека нет канализации, надо его за это штрафовать. Или просто ввести плату за то, что у него нет канализации или водоснабжения. Тогда, как зна, пополнится еще больше. Все это вместе, конечно, лишний раз, очередной раз подтверждает то, что население этой страны трактуется властями исключительно как источник денег и благ, что люди – это новая нефть. И действительно, выкачивание денег всеми возможными способами продолжается и нарастает. То есть, поставили счетчик, теперь, значит, платите оброк за счетчик. Ну, вот как-то так. Так как сегодня у нас не было рубрики «О чем молчит БСТ», я позволю себе перечислить несколько мелких и не очень новостей, которые принесла минувшая неделя. Владимир Путин наградил Ирика Елалова орденом почета. Ирик Елалов все больше и все более отчетливо становится серьезным претендентом на место Хабирова в 2024 году, нагуливает политический жирок в Кремле и в Москве. Правда, не факт, что к 2024 году заслуги Ирика Елалова будут считаться заслугами, но тут, как говорится, «Поживем, увидим». А вот обитатели социальных сетей, утомленные медийной активностью Азата-солдата Борданова, пришли к выводу, цитируя, что «тем, кто воюет, фоткаться некогда». Вот примерно такой вердикт вынесли обитатели соцсетей в отношении пиар-офицера Азата-солдата. А вот Ради Хабиров на минувшей неделе исключил из кадрового резерва Республики Башкортостан скандально известного крымского врача Глеба Глебова и банковскую пиарщицу Рушану Ибраеву. Видимо, оба этих приспособленца недостаточно жарко одобряли специальную военную операцию. Ну или уже начался процесс поедания своих самим же режимом. По слухам, исключительно по слухам, в кадровый резерв включен вместо этих двух оборванцев Арслан Негоматьянов. В сети разгорается яростная дискуссия на тему, можно ли по-башкирски приплясывать в зеленых трусах. Патриоты пожаловались Ради Хабирову на черлидершу хоккейного клуба «Салават Юлаев», которая слишком откровенно крутила попкой в такт с башкирской мелодией. Ну тут, как говорится, без комментариев. Мы очень благодарны тем, кто помогает нашему каналу. Это очень важно и для нас, и, наверное, для самих зрителей, понимать, что ты участвуешь в чем-то важном и полезном. Помочь нашему каналу можно разными способами. Можно поставить лайк, это самый простой способ. Можно написать комментарий, это тоже помогает как минимум понять настроение наших зрителей. А еще можно помочь материально. Правда, для этого есть единственный путь, это тот расчетный счет, который мы опубликуем в каждом нашем выпуске и в описании под каждым нашим выпуском. Но эта помощь самая ценная в том плане, что она позволяет реально существовать нашему каналу. У нас произошли некоторые изменения в сетке наших выпусков. Ввиду того, что в отпуске в Стамбуле у меня не было нормального устойчивого интернет-соединения, я отменил прошлый стрим. Сейчас мы будем наверстывать. Завтра, 18 декабря в 21.00 состоится очередной стрим «Открытой политики». Призываю вас всех в нем поучаствовать. Тех, кто не смогут участвовать, могут прислать вопросы. И лучше всего их присылать в комментариях под этим сегодняшним видео. Я обязательно завтра их всех предварительно прочитаю и выпишу. В общем, пообщаемся, поговорим. Обменяемся мнениями. По-моему, есть о чем говорить и есть что обсуждать. «Открытой политики»